А каково ваше личное отношение к Путину? У меня есть не личное отношение, а государственные интересы. У нас нет личных отношений. Но это интересно. Я знаю, что в Грузии можно смотреть российские телеканалы. Перед началом интервью я рассказывал вам, что время от времени смотрю российские СМИ. Давайте тогда поговорим о будущем. Планируете ли вы участвовать в президентских выборах в 2018 году? Когда я приму решение, я хорошо подумаю о том, как его обнародовать. Официальные власти Грузии заявляют, что 20% ее территории оккупировано Россией. Какова стратегия Грузии по реинтеграции Южной Осетии и Абхазии? Окупация была исторической несправедливостью и своего рода наказанием для моей нации за стремление к идеалам свободы и независимости. Окупация этих территорий на самом деле произошла не в 2008 году, когда российские вооруженные силы вторглись на территорию Грузии. Она произошла в начале 90-х, в первые годы после распада Советского Союза, когда 26 лет назад Грузия встала на путь независимости. С начала 90-х здесь происходило то, что сейчас принято называть гибридной войной. Это то, что очень хорошо знакомо европейской аудитории, то, что происходит на востоке Украины, когда российские интересы, военные интересы насаждаются не с помощью регулярной армии, а методами гибридной войны. То есть эти регионы были оккупированы с начала 90-х годов. В 2008-м эта оккупация продолжилась, когда российские вооруженные силы вторглись и заняли регион, а две недели спустя было объявлено о независимости так называемых государств. Но мой вопрос был в том, что конкретно вы делаете для восстановления территориальной целостности, для реинтеграции этих территорий? Во-первых, мы должны быть крайне осторожны и терпеливы, ведь и это, вероятно, известно европейской аудитории, мы имеем дело с Россией. А в России периоды агрессивного развития чередуются с более конструктивными периодами. Поэтому любая страна, которая имеет дело с Россией, особенно в нашем проблемном регионе, должна вести себя крайне осторожно, чтобы не поддаваться на какие-либо провокации и сохранить мир с нашим северным соседом, который является крупной военной и ядерной державой. Быть осторожным означает вести себя крайне осмотрительно и избегать каких бы то ни было конфликтов с Российской Федерацией. Но, господин президент, есть ли у Грузии, как у государства, стратегия по реинтеграции этих территорий? Вы, как президент страны, ставите перед собой задачу вернуть эти территории? Я уже упоминал это в начале нашей беседы. Мы должны дождаться исторического момента, когда мы сможем восстановить нашу государственность и суверенитет. Исторический момент, что это значит? Исторический момент – это падение Берлинской стены. Это момент, когда у людей появляется возможность разрушить искусственно созданные стены в Европе. Заборы с колючей проволоки на нашей территории – это аналогия Берлинской стены, разделившей город на две части. Но пока такой момент не наступил. Нужно следовать принципам и развивать страну, чтобы она выглядела более привлекательно. Нужно налаживать непосредственные контакты с гражданами, проживающими на оккупированных территориях. И способствовать как можно более глубокой интеграции этих людей в социальные структуры общества. А также обеспечить стабильность в стране, которая проявится, когда настанет исторический момент. Но, господин президент, говоря о падении Берлинской стены, вы обращаетесь к истории. Применительно к текущему моменту это означает падение действующего в России политического режима? Я не хочу использовать конкретные термины, но могу сказать, что для меня лично таким событием станет момент, когда российская политическая элита прекратит говорить с лозунгами и выступать с агрессивными заявлениями, и будет готова говорить об интересах граждан России, каким они видят свое будущее в России, а также будущее российско-грузинских отношений, которые способствуют их благополучию и открывают для них новые перспективы. Некоторые грузинские политики говорят, что то, что случилось в Южной Осетии и в Абхазии, коренным образом отличается от того, что произошло с Крымом, который был аннексирован на Россию в 2014 году. Вы разделяете точку зрения, что эти два прецедента различны? Или все же они во многом схожи? Я не разбираюсь в специфике, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Каково ваше мнение? Нужно вспомнить события 2008 года и жесткий ответ на действия России со стороны международного сообщества, которое посчитало это исторической несправедливостью, которая должна быть незамедлительно исправлена. Я считаю, что мы тогда действовали недостаточно активно. Если бы мы действовали активно и сказали бы в 2008 году «очень жесткое нет» в ответ на действия, которые можно четко обозначить как политику России в зоне ее привилегированных интересов, то событий в Крыму и на востоке Украины удалось бы избежать. Вы хотите сказать, что реакция была недостаточно жесткая? Она должна была быть намного жестче. Несомненно. Если вы... Господин президент, Крым и Южная Осетия и Абхазия – это одно и то же или разные случаи? Между событиями в Грузии и в Крыму много общего. Единственное различие состоит в том, что Москва официально признала Крым частью России. Без сомнения, это беспрецедентный случай, ведь с момента окончания Второй мировой войны ни одно государство не перекраивало свои границы военным путем. Разумеется, имели место конфликты на местном уровне. Но ни в одном из этих случаев одно государство не входило в состав другого с помощью военных. Однако, несмотря на различия, я бы хотел подчеркнуть, что в целом события развивались по одному и тому же сценарию. Это вовсе не секрет. Российские политики открыто и прямо об этом говорят с 2010 года. Россия проводит политику привилегированных интересов в близлежащих регионах, а это означает, что в случае осложнения обстановки в непосредственной близости от ее границ, Россия считает себя вправе применить на этих территориях жесткую военную силу. Это официальная политика Кремля, поэтому в этом смысле ситуации в Грузии и на Украине аналогичны. Плюс ко всему, мы не можем быть уверены в том, что Россия не будет проводить ту же самую политику в других соседних с ней странах. К слову, Россия имеет самую протяженную границу в мире, поэтому вы можете себе представить, о каком количестве потенциальных проблем идет речь. Каков стратегический выбор Грузии, сближение с ЕС и НАТО или же налаживание отношений с Россией? Мы ждем момента, когда у нас появится возможность сесть с российскими политиками за стол переговоров и поговорить о будущем, о том, как граждане Грузии и России могут извлечь выгоду из сотрудничества между обеими странами. Но я не согласен с утверждением о том, что сотрудничество с ЕС или НАТО является покушением на внешнеполитические интересы России. Эта точка зрения крайне эффективно продвигается российским политическим руководством. Десять или даже семь лет назад обе стороны весьма интенсивно сотрудничали в формате «Россия-НАТО». Россия, как страна, много инвестирует и сотрудничает с Европой. Россия является важным фактором, определяющим европейскую политику в сфере энергетики. Конфронтация с Европой нанесет России по меньшей мере экономический, если не политический ущерб. Если бы Россия была готова более активно сотрудничать с Европой... Мы говорим не о России, мы говорим о Грузии. То же самое относится и к Грузии. То есть вы собираетесь сотрудничать и с Россией, и с ЕС? Мы сотрудничаем со всеми нашими соседями. Наша международная политика, геополитическая роль состоит в активном сотрудничестве. Мы видим свою геополитическую идентичность и роль в том, чтобы поддерживать связь с восточными и западными рынками и выстраивать общение. Мы очень активны в создании экономических и других связей, и даже налаживании культурного сотрудничества между Востоком и Западом. Это касается и России. Я имею в виду, что мы были бы рады сотрудничать. Но есть один очень важный принцип. Россия должна принять тот факт, что Грузия – независимое государство. И мы будем строить его будущее, исходя из того, что считаем правильным. Изменилась ли политика Грузии в отношении России после вашего предшественника Михаила Саакашвили? Мне бы не хотелось сравнивать свою политику с политикой Саакашвили. Вы смягчили свою политику в отношении России. Мы занимаем осторожную позицию по отношению к России, но мы никогда не поступались главными принципами. Грузия – свободная и независимая страна. Она может выбрать европейский и евроатлантический путь. Грузия развивает свою государственность. Это независимая и суверенная страна. Этот статус никогда не нарушался. Не буду сравнивать свою политику и политику своего предшественника, но мы очень осторожно ведем себя по отношению к России. Это правильный подход, когда имеешь дело с агрессивным соседом, который обладает ядерным потенциалом. Это очевидно. А какой имидж у Путина в Грузии? Не думаю, что стоит говорить о том, каков имидж Путина в Грузии. Но это интересно. Я знаю, что в Грузии можно смотреть российские телеканалы. Да, это так. У нас совершенно свободная сфера средств массовой информации. Грузия – гораздо более развитая демократия в плане самовыражения, самоидентификации и наличия выбора средств самовыражения. Перед началом интервью я рассказывал вам, что время от времени смотрю российские СМИ. У нас есть к ним доступ. Но мы всегда делаем выбор в пользу Запада. Но в то же время жители Грузии поддерживают нормализацию отношений с Россией. Я вас спросила об имидже Путина здесь, в Грузии. Как я понимаю, вы не хотите об этом говорить? Нет, я не хочу об этом говорить. А каково ваше личное отношение к Путину? Об этом мне тоже не хотелось бы говорить. Каким может быть отношение одного президента к другому? У меня есть не личные отношения, а государственные интересы. У нас нет личных отношений. Есть интересы Грузии и России. Вы сказали, что в Грузии свободная пресса, что Грузия — это развитая демократия. Но представители неправительственного сектора и лидеры оппозиции говорят о том, что некоторые средства массовой информации испытывают давление. И что государство хочет получить контроль над ведущими СМИ. Значит ли это, что Грузия отходит от демократических принципов? Нет, это означает, что нам нужно быть очень осторожными, когда речь идет о политике в отношении СМИ. Что вы имеете в виду? Путин тоже так думает, поэтому ему под контрольны все ключевые СМИ в России. Нужно вести очень осторожную политику, когда речь идет о защите свободы слова, свободы самовыражения и свободы СМИ. Что касается той проблемы, о которой вы говорите, я сам неоднократно выражал беспокойство по этому поводу. И когда я чувствовал, что некоторые административные ресурсы используются для того, чтобы контролировать СМИ, я очень открыто выражал свою позицию. И это касается любой демократии в любой стране мира. Главы государств должны защищать свободу СМИ. То есть в Грузии не оказывается давление на журналистов? В мире нет ни одной страны, где не делалось бы попыток оказать на кого-то давление, если есть вероятность, что это не привлечет большого внимания. Если общество не готово защищать журналистов, защищать альтернативное мнение, если оно не готово выступить против, когда обладающие властью пытаются оказать давление на СМИ, то проблемы возникнут даже в развитых демократических странах. В вашей Конституции есть положение, которое фиксирует, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Каким образом это положение появилось в вашей Конституции? Спросите об этом тех, кто ее составлял. Но каково ваше личное мнение? Вы же являетесь гарантом Конституции. Год назад была попытка вынести этот вопрос на референдум. И в соответствии с Конституцией я должен был принять решение, хотим ли мы проводить референдум по этому вопросу или нет. И я тогда очень прямо сказал, что мы не будем проводить этот референдум, и не нужно обсуждать эти вопросы в рамках основного политического процесса. Я гарант Конституции, а не ее составитель. Кстати, пару недель назад я наложил вето на Конституцию, но оно было отклонено. Многие утверждают, что реальная власть в Грузии в руках грузинского олигарха Бедзина Иванишвили. Это правда? Думаю, вам следует обсуждать это с теми, кто предположительно находится под его влиянием. Кто находится под его влиянием? Это вы как журналист должны выяснить сами. Я подозреваю, что они не будут говорить со мной. С тех пор, как я стал президентом, я не имел никаких контактов с Иванишвили. Мы не общались с января 2014 года. Я принял это решение, основываясь на своих политических ценностях. Но действительно ли он влиятельный человек в грузинской политике? С этим вопросом вам нужно обратиться к людям, на которых он предположительно оказывает влияние. Вы этого не чувствуете на себе? Мы говорим не о моих чувствах, мы говорим о моих решениях. Поскольку я являюсь президентом страны, мои решения никогда не были продиктованы контактами с ним, поскольку мы не общались. Я полагаю, вы следите за политической карьерой своего предшественника Михаила Саакашвили на Украине. По вашему мнению, есть ли у него на Украине политические перспективы? Я бы не хотел комментировать этот вопрос. Объясню, почему. Прежде всего, Украина – независимое суверенное государство. И я не думаю, что должен вмешиваться в украинскую политику. Это независимое государство. Я желаю Украине укрепления демократии, укрепления ее евроатлантического пути. И я желаю Украине таких политиков, которые будут активно служить национальным интересам своей страны. Как вы оцениваете политическое наследие Михаила Саакашвили здесь, в Грузии? Какой вклад он внес? Как у любого президента, у него были некоторые достижения и неудачи. У него есть заслуги, есть промахи. Я, честно говоря, не люблю говорить о прошлом. Предпочитаю говорить о будущем. Давайте тогда поговорим о будущем. Планируете ли вы участвовать в президентских выборах в 2018 году? Если я приму какое-то решение на этот счет, я проведу специальное мероприятие, чтобы это решение обнародовать. Но не сейчас? Важно, как именно оно будет озвучено, как представлено общественности. Поэтому, когда я приму решение, я хорошо подумаю о том, как его обнародовать. Господин президент, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.